почины всем привет сегодня будет доложданный видосик по поводу таркова по поводу завода как стоит шпилить на заводе как играть куда смотреть что делать все мы это обсудим в этом видосике сразу вам показываю свою стату да чтобы вы понимали что я не какой-то там какая-то там помойка да и не знаю чем говорю то есть вы смотрите на мою статистику видите в 21000 киллов то есть 916 часов когда 24 я не знаю может у вас такое я конечно не в курсе но 70 уровень вот тоже видим до сверху набрано еще 15 у меня 40 миллионов опыта сейчас видите да я взял три раза подряд топ-1 по убийству два раза по опыту в игре escape from tarkov я стример да возможно вы через стримы попали на видосик так вот сегодня я буду рассказывать прямо глобальный видосик сегодня будет я буду рассказывать про завод как на нем надо шпилить расскажу все подводные вещи ребята я за один ролик не уложусь никак но короче я постараюсь донести до вас более-менее подробную информацию выбираю завод ставлю оффлайн режим сразу готова бота мне не нужны сейчас я буду бегать по респам показывать вам где какой респ находится как нужно отыгрывать от этого респа как лучше распикивать что нужно лутать что смотреть что ценного на заводе как ну расскажу полностью все все подробные фишки не знаю которые я знаю все фишечки абсолютно раз несколько секретов расскажу есть много есть вещей которые нуждаются в разговоре ребят смотрите это рискла красная лампа вот видите красная лампа сейчас для вас про первый это вот этот человек сейчас у смотри на красной лампе появились есть два типа первый тип это вы идете сюда вот там респ за этой фигней вот там респ прям тип выбегает поэтому я советую когда вы играете на красной лампе и вы играете с хорошей пушкой вы бегаете сюда и убиваете этого типа это легкий kill free kill вас ждать он не будет и ребят сразу хочу сказать что там где вы стоите сейчас я стою он вас будет очень плохо видеть вы для него будете просто как туман он вас практически не увидит здесь реально плохо видно этот участок но вы как бы даже вы ждете он прям за столбал там выбегает и вы убиваете это очень простой килл далее смотрите если второй поворот вы можете пойти сюда наверх есть два два пути такой пусть здесь никого не будет здесь в это самый такой безопасный способ за исключением того что этот человек будет подыматься резко и вы тут можете с ним тоже глазами встретиться да третий вариант это пойти сюда здесь еще один респ он может быть вот здесь он может быть заво в воротах вот там чаще всего в воротах и он может быть на пве он может быть здесь то есть у вас есть понимаете здесь не может быть два типа здесь только один тип будет или в воротах или здесь или у там у курятника понимаете сейчас мы находимся ребят в первом зале это Первый зал, запоминайте, для информации, да, чтобы вы могли понимать, играть как-то. Вы сейчас находитесь в первом зале. Это у вас ПВЕ длина, ребят, вот это ПВЕ длина, вот это вот. Здесь у вас бесплатный выход, вернее, платный выход первого зала, да. Сюда нужен ключ, ключ от завода, вы сюда ключ вставили, дверь открылась, вышли, да. Здесь есть момент с бочками, можно их перепрыгивать, тем самым быстрее забегать. Это все маленькие фишки, которые особо не помогают, но я всегда, когда иду на выход, я их перепрыгаю и открываю. Это сокращает секунду, наверное, времени вашего, да. Итак, начнем отыгрывать от того респа, на котором я появился, как я вижу свою игру. Я здесь появился, я пошел сюда, сделал здесь минус или умер. То есть я всегда делаю минус, играю на минус, то есть сделал минус. Если он здесь не вышел, ребят, вы не бежите, просто идете, его слушаете. Он мог еще не зарезаться, может у него хихуевый ком, он мог побежать назад. Вот он здесь, здесь зарезается, вот здесь прям стоит. Он мог побежать назад, он мог уже побежать вперед, но вы бы его услышали, если бы он побежал вперед, понимаете. Он бы, типа, до ступеньки металлические, видите. То есть вы бы услышали, если бы он вперед побежал. Так, ну, например, убили вы его, да, поднялись наверх. Ребят, это первая лестница, первая лестница. Здесь стекло, вот, оп, стекло. То есть вы должны понимать, когда враг вступает, то он вступает на стекло здесь. Здесь душевая. Вот, то есть в идеале всегда дверь держите закрытой, чтобы контролировать, когда она открывается. Вы поднимаетесь максимально быстро наверх. Есть один респ, один респ, который будет быстрее, чем вы. То есть у вас, в принципе, хороший респ. Третий по скорости до сейфов, если вы будете бежать, да, ну, примерно третий. Там плюс-минус. Вот, вы поднимаетесь наверх. Есть один респ, который уже челик здесь может быть. Уже, уже здесь может быть человек, понимаете. С третьего зала, там есть место, я вам потом покажу. Он уже здесь может быть. Поэтому вы слушайте. Если там никого нет, просто бежите, забейте так под стеночкой, аккуратненько. Бежите, открывайте дверь, занимайте позицию. Почему вообще я предлагаю строить свою игру вот на фоне вот этого помещения, на фоне офиса? Ребят, есть очень простое объяснение. Здесь, ну, точнее, вот здесь надо выйти отсюда. Здесь слышно полностью всю локацию. Абсолютно. Что творится вот там на карах. Что под землей, что на длине. Первый, второй, третий зал. Все слышно. Вся информация у вас в ушах, понимаете. Вы все слышите. Вы король карты становитесь. Вы заняли середину, понимаете. Вот, но от этой середины нужно правильно очень отыгрывать. Например, если тип поднимается по первой лестнице. Опять напоминаю, вот это первая лестница. Вот это. По первой лестнице. Здесь стекло, ребят, смотрите. Еще одно стекло. Ну, бля, правда срабатывают как-то через раз. А, ну, я обороты выключу. Не знаю. Сейчас оно не срабатывает. Наверное, за счет того, что, ну, видите, вот здесь оно лежит. Вот. А раньше оно тут лежало. Ну, теперь это не срабатывает. Теперь, видите, срабатывает вот это стекло. А наверху не срабатывает. Не знаю, то ли это новая тема, то ли не новая. Ладно, речь не об этом. То есть, вы услышали стекло. Вы сразу понимаете, что враг у вас на первой лестнице. Вы его здесь ждете, встречаете, да? Проанализируем игру. Как вы можете его убить? Смотрите, самый простой вариант. Это, как я убиваю врагов на первой лестнице. Я всегда выхожу. Или распикаю по дверям. Заставляю его подумать, да? Или же просто выхожу, становлюсь на эту табуретку. Немножечко на нее становится одной ногой. Вот видите, сейчас стоит. И убиваете его таким образом. То есть, это, на мой взгляд, самая-самая лучшая позиция. Самая лучшая. Но ее никто не использует. Поэтому, наверное, она и есть самая лучшая. Сейчас я скажу видосик и буду сам из-за этого умирать. Короче, это одна из самых лучших позиций. Почему? Потому что, когда челик отсюда выходит, он всегда вот так вот делает. Видите? Он не так, он так не делает. Он понимает, нахуй мог смотреть в стену. Он выходит таким образом и обычно ждет людей отсюда. Отсюда. Или там в конце, или отсюда. Но точно не так. Понимаете? Это самое вам даст секунду. То есть, он выходит вот так. Вот, например, вот. И тут вы стоите за скафом. Ему надо будет резко прицел дернуть. Понимаете? Вот у вас преимущество будет перед ним. Потому что вы его ждете. Вам ничего дергать, блядь, не надо. А он выходит такой. Оп, такой, да? Оп, ему надо переместись. Понимаете? Это, ну, короче, это непросто будет сделать. У вас будет перед ним преимущество. Опять же, здесь часто люди путают. Они не понимают, с какой стороны идут. Или вторая лестница, или первая. Здесь есть очень много проблем со звуком, да? Прям сверх много. Как я вам рекомендую точно понять, что враг именно на первой, а не на второй? Ребят, здесь очень простой способ. Когда поднимается тип, вы на него наводитесь. Вот так вот прям стоите. В его сторону. Ничего не ждете. В его сторону. Вот звук вроде как громкий, да? Хороший звук там. Вам кажется, что он здесь. Потом вы просто поворачиваетесь назад, в другую сторону. И слушайте, где звук громче. Оттуда он идет. Понятно? То есть, то есть, вас часто звук может обмануть. Поэтому вы послушали. Так, тут громко. Повернули сюда. А, тут тише. Значит, он выходит отсюда. Вы поняли, да, мою логику? Потому что здесь часто ты такой выходишь, он вроде как сейчас вот здесь выйдет, сука, он выходит сзади, понимаете? Здесь есть проблемные звуки, прям жесткие. Поэтому таким способом вы сможете точно понять, что враг отходит, выходит именно с первой лестницы, а не со второй. Да, ребят, здесь вторая лестница находится. Это кишка у нас. Дальше. Вот это идет кран. Вот это. Здесь неплохая позиция. Вот здесь часто люди сидят. Это очень классная позиция. Я вам тоже рекомендую. Вот это второй зал. Я вам не буду все по позициям рассказывать. Видосик немножко не об этом. Да? Но я расскажу самое глобальное, самое ключевое. Это третий зал. Третий. Это бесплатный выход. Я вам расскажу сейчас немножечко. Вот вы сюда пошли. Вот, я сломал ножку, да? Заебись. Короче, смотрите. Вот это бесплатная дверь. Здесь вы можете выйти на заводе. На заводе, да, не используя ключ. Просто выйти спокойно, открыть его, войти в конец. Открыть вторую дверь, а там выходят. Там вот. У вас будут секунды и отсчет времени. Итак, какой тип мог первее, чем вы добежать? Есть спаун вот этот. Это самый лучший спаун в игре. Самый лучший спаун на заводе, ребят. Когда здесь челик рессается, или вы рессаетесь, вы можете вообще не париться. Куда вам идти? Вы просто сразу бежите сюда наверх. Здесь часто попадается бот. Внизу он тут сидит. И вот тут бот. То есть это две ключевые точки, да? По ботам именно. Которые могут вам помешать спокойно добраться до офисов, да? Как я рекомендую отсюда отыгрывать? Вы успеваете вот так сделать. Есть два варианта. Давайте так. Есть два варианта. Первый вариант. Это вариант лута, да? Вариант профита. Когда вы начинаете в начале сезона, когда вайп, вам нужны бабки, да? И вы хотите фармить. Вы идете вот так, быстренько забегаете сюда в душевую. Все это делаете конструктально быстро. Чекаете эту дверь. Вот тут как раз ключ лежит 306. Видите? Я ранен! Вот, вы забрали этот ключ. Поднимаетесь наверх. Это нужно сделать быстро, чтобы человек не успел выйти отсюда. Понимаете? То есть вам никто не помешает. Вы просто бежите быстро. Чекайте. Он уже здесь может сейчас уже пикать. Поэтому вы должны слушать. И вы должны быть на готове. Здесь часто лежат биткоины. Очень часто на этом шкафу. Внизу лежат присадки. Поэтому обращайте внимание на этот шкаф. Вот эти все двери открывать нет смысла. А эту дверь. Там херня по факту все время. Так. Вы забежали. И дальше делаете по той же страте, как я вам сказал в начале. Или убиваете оттуда типа. Или просто слушаете. Также в момент возможности вы можете залутать сейф. Сделать звук. И убить этого типа. То есть здесь очень много разных хитростей. И очень много секретов. То есть когда вы чувствуете, что этот тип очень опасный для вас. А вы бомжи. Вы можете открыть дверь. Вот так вот. Потом тихонько развернуться. В момент, когда звук ящика. И уже так его ждать. Он будет думать, что вы лутаете. И скорее всего подумает, что вы топорист. И у вас бабок нет. И просто будет пушить на вас. А вы тут такой красивый. С Ксюхой на иголках. Просто изи кил. Есть еще такой момент, ребят. Вот сюда можно залезть. Но сюда нужна сила. Эта позиция очень классная. Очень имбовая. Вас никто здесь в жизни ждать не будет. Вы просто встречаете типа, который заходит. Здесь заходит просто голова вот одна. И вы просто убиваете. Здесь он вас никак не убьет. Но сюда допрыгнуть я не знаю, какую силу нужно иметь. Может 25. Поэтому это такое занятие. Часто здесь люди еще занимают позицию. Вот здесь в углу. Не знаю, я ее не люблю. Но можете тоже про нее подумать. Может быть когда-нибудь она вам понадобится. Вот этот ящик простреливается полностью. Вот этот. То есть вы можете типа, который находится вот там, просто раскуярить через этот ящик. Вот эта крышка тоже пробивается на вылет. То есть когда вы так седерныкаетесь, вас можно убить просто сквозь эту крышку. Урон проходит. Далее. Поговорим дальше про респ отсюда. Например. Что для вас здесь, вот вы здесь повели, что для вас еще угрожает с этой позиции. Вы самый быстрый, самый быстрый, кто добегает до сейфа. Это уже понятно. Есть момент один. Есть тип, который респится вот здесь. То есть для вас, если вы хотите максимальный экшен, вы чувствуете себя, блядь, что вы скилованный пацан. Быстрый, резкий, реактивный. И чувствуете в себе силу и уверенность. Я рекомендую таким людям просто, без всякой ходьбы, просто шифтом максимально быстро сюда выходите. Вот так вот пикаете и сделаете там вот килл. Здесь плохо видно. Но он вас видит ровно так же, как видите вы его. То есть он вас тоже нихуя не видит, понимаете. Но он скорее всего про вас знает. Он знает, что здесь часто пикает. Плюс он вас услышит в момент такой небольшой перебежки. И будет понимать. Итак. Вот тут тип, типа вы его убили. Этот тип обычно идет через стекло. Это самый ближний способ для него. Потому что здесь от него еще челик. Он здесь рессается вот здесь. Это очень часто респа. Здесь постоянно кто-то рессается. Блядь, постоянно. Здесь очень редко, когда никого-то нет. То есть всегда рассчитываете, что здесь есть враг в начале игры. Но здесь есть два пути у него. Точнее три. Он может пойти на вас. И он почти всегда пойдет на вас. Для него самый лучший способ. Самый быстрый способ. Есть через низ. Через низ почти никто никогда не ходит. Ну, когда здесь рессается. Есть способ отсюда. Ну, здесь он тоже, если не дурак. Здесь еще один респ, ребят. Здесь вот респ. Вот здесь человек рессается. И часто в самом начале игры происходит перестрелка. И переходит перестрелка. Происходит именно между ними. Вы должны это тоже поднимать. Здесь рессается челик. И рессается вот там челик. И они обычно всегда друг от друга знают. И тут начинается ебаловка. Для вас тоже будет возможность в этот момент отсюда пройти. Но будьте внимательны. Здесь довольно тяжело сделать килл. Потому что, видите, вот как видно с этой стороны. То есть, реально тоже хуево. Вы там вылезете, там пол шишки будет видно. Вот. И вам будет очень неудобно стреляться. Как и ему будет неудобно с вами стреляться. Но это на вашей страхе риск. Если вы хотите более сливовое, то идете к офису. Итак. Представим, что мы пошли сюда. Да. Пошли. Здесь была стычка. Здесь два типа. Пострелялись. Побил сильнейший. Дальше прорез. Какой респ дальше идет ближе к вам. Вот здесь респ есть еще внизу. Я не помню точно. Или вот здесь. Или вот здесь. Не, не, не. Вот здесь. Вот здесь респа нет. Вот, ребята. Где-то, по-моему, здесь респ. Я точно не знаю. Где-то здесь есть еще один респ. Поэтому будьте готовы. Здесь много респов. Здесь три уже. Видите. Один там. Второй там. Третий здесь. Вот. Вы пошли, например. Что вы можете здесь делать? Например. Здесь есть ящик оружейный. Да. Можете вылутануть. Здесь есть лут. Но мало ли вы играете там. Не на скиллуху. А вы просто бомжка-лядун. Ищите поживиться. Да. Здесь для вас есть ящик. В принципе он бывает неплохой. Здесь есть насосная станция. Здесь есть балки. Здесь можно подняться. Здесь наверх. Вот. Когда вы поднимаетесь вверх по лестнице, ребят, вас слышно. Прям очень хорошо. Но никогда человек не может понять. Вы ходите снизу по металлу или наверху на металлу. То есть здесь звук одинаковый. Что сверху, что снизу. Поэтому когда вы поднимаетесь наверх, вы не думаете, что он будет поднимать, что вы наверху. Звук внизу на металле такой же точно, как здесь наверху. Разницы между ним нет. Вот здесь, когда бежите, здесь, конечно, профессионалы понимают, здесь немножечко другой звук. Вот. Вы поднялись, да? Дальше по респам поехали. Да. Так, давайте все по-новому. Вот как раз тот самый респ, да, который я рассказывал, что этот челик вот появляется возле фонтана. Бежит сюда. И тут вы должны его убить. Вот вы оттуда выходите, вы должны сделать минус. Ладно, давайте вернемся на то же место, где я был до этого. И покажу немножечко по ключевым моментам карты. Вот. Это насосная станция. Здесь есть не такой маленький лут, лутецкий. Но, в принципе, я сюда не хожу. Но здесь можно найти добро. Что-то лежит. Ну, короче, я не рекомендую сюда лезть. Здесь очень классная позиция. Часто люди играют пчелоботами. Вот здесь сверху. Здесь неплохая позиция. Здесь у вас не очень хорошо видно. У вас неплохой обзор. Поэтому имейте на виду. Ребят, я эти позиции показываю для того, чтобы вы понимали, что здесь может быть враг. Что здесь бывают люди отыграют. Для того, чтобы вы тоже могли сюда иногда прийти и понимали, что есть такая позиция. Вот такой обзор. Что есть смысл от нее отыгрывать иногда. Вот это называется булки, ребят. Просто булки. Можете сказать, правая и левая. То есть, по факту. Две булки. Вот. Спустились. Вот это называется квадрат. Ребят, это тоже очень важная информация. Здесь очень хороший идет сигнал звука. Здесь пол деревянный. Видите? Когда идет деревянный пол, вы должны сразу понимать, что враг находится в квадрате. Здесь часто люди ходят. Они слутают эти куртки всякие. Тут много народу. Вот. И здесь сразу идет синхрон. Видите? Сразу металл. То есть, это очень понятно. То есть, идет пуля по дереву, потом резко куяк, металл появляется. Да? Вы сразу должны четко понимать, что он поднимается по винтовой лестнице в квадрате. Да? Заходит в кишку. Вот. Здесь опять звук уже дороги, асфальта полноценный. Здесь у него есть путь еще отсюда пойти. Здесь можно туда прыгнуть. Ребят, здесь очень много моментов. Здесь курятник, здесь квест проходит. Так. О чем еще поговорить? По поводу лута я сказал. Да? По поводу резков сказал. По поводу как убивать. Давайте поговорим о том, как убивать, например, вторую лестницу. Ребят, вторую лестницу убивать тяжелее. Вот этот резк, который часто люди убивают отсюда, от там типов, он плохой. Чем плохой? Этот шкаф полностью простреливается. Он вообще, такое ощущение, что он вообще не является защитой. Он просто пробивается, как бумага для типов. Поэтому ждать вот так вот, как часто люди сидят, вот таким способом. Это полная туфта. Это один из самых распространенных способов. Очень много людей так сидят. Не думайте, что вы такие уникальные, вот так вот сидите. Очень много людей отыграют именно так. Смотрите, вас, если вы встанете, можно просто убить, например, отсюда. Да? С кишки. Здесь есть, ну, типа, окна. И вы можете по звуку напутать. И типуля прям сделает фрикилл по вам. Очень простой килл. Плюс к моменту, когда вы пропустили, вы же выходите, двигаетесь. Здесь все вокруг балка. Видите? То есть вас могут убить. Оттуда. Отсюда. Оттуда. То есть здесь, когда вы наверху играете, вы не должны стоять вот так. Там не видно окно. То есть вы всегда становитесь за стеной. За стеной, да? И как-нибудь так отыгрывайте. Как сделать килл на второй лестнице? Ребят, самый простой способ, как я делаю килл. Я подхожу к ящику и стреляю тоже под стеной возле ящика. У вас, конечно, здесь видно ебало. Вы можете пострадать прям очень жестко и быстро. Но и враг может вас пострадать. На мой взгляд, это хорошая позиция. Можно запрыгнуть наверх на этот ящик. Сюда тоже потребуется определенная сила. Это будет немножечко нестандартная позиция. И, скорее всего, враг, когда будет по вам зажимать, он будет попадать не в голову, а в тело или в ноги, да? То есть у вас тоже будет преимущество. Так у вас тупо ебало сверкает, да? Так у вас хотя бы полное тело. И ему придется высоко вести прицел. Это немножечко сыграет вам на руку, да? Также я часто, когда услышу здесь звук, я просто прохожу в упор и перестрелюсь в упоре. Тоже неожиданно. Вы никогда не пытайтесь перестреливаться со второй лестницей отсюда, ребят. Это простой килл у нас просто зажмет сквозь этот ящик, блядь, и вы умрете. Он даже сам не будет понимать, что проходит урон сквозь ящик. Ну, вы умрете, реально. Я здесь очень много раз умирал и понял, что эта позиция отвратительная. Если этот тип уже вышел, представим ситуацию, что он уже вышел, да? Он вышел, а вы еще не поняли о нем. Вот он стоит, а вы там вот в офисе, например, слушаете. То есть я рекомендую, ребят, запомните, очень важный момент. Опытных игроков-тарков, я уже вам показал свою статистику. Я думаю, вы понимаете, что я таким являюсь. Момент движения. То есть смотрите, когда идет враг к вам. То есть когда он идет, вы слышите звук, что звук явно к вам кто-то идет. Для вас момент выйти. Не когда он остановился, стоит, типа, мол, смотрит, прислушивается. А момент, когда он движется. То есть он движется, а вы слышите звук. Вы должны выйти вот так и стрелить. Вот так просто. Ну, у меня патронов нет. Вот это все, что вы должны сделать. То есть вы должны просто стрелить. Он, понимаете, он вас увидит. Вы его ли убьете сразу, вот так. Вы можете прицелиться, как хотите. Можете вообще выйти в прицеле. Он сразу включит прицел, видите. Но, чтобы сделать максимально правильно и быстро, вы должны стрелить без прицела. Зажать, просто зажать. Момент, когда он движется, ребят. Потому что люди в движении вот так ходят не так часто. И это, ну, не так просто прицелиться, чем когда он просто стоит и такое, блядь, высматривает. Понимаете? То есть для вас будет возможность, когда враг на вас движется, именно его убивать именно в момент, когда он движется. Нужно понимать, когда такой момент. Вы должны слушать внимательно. Вы услышали звук? Вышли, зажали с калаша. Ну, я лично обычно делаю всегда килл. Но если вы не убили, он уже будет испуганный. Он уже будет на адреналине. Он уже будет перепуганный. Он будет понимать, что сейчас вы убьете. И он будет делать лишние движения. Когда враг немножечко нервничает, ребят, это как в жизни. Он тупит. Ребят, это нормально. То есть когда вы ему там постреляли по ногам, он или съебался обратно лечиться, да? Или идет уже на вас. Но вы уже четко понимаете, какой у него экипа. Как он выглядит, да? С какой он пушкой. Вы уже сможете строить какой-то с ним файт. Да, вот он, например, заходит. Например, сюда кидает вам гранату, да? Вы здесь где-то стоите, открываете дверь в этот момент. Выходите. То есть здесь есть моменты уловок. Очень много хитростей. Именно отсюда, в офисах. То есть если вы понимаете, что такое Тарков, и как его выиграть, то у вас здесь все получится. Вот. Он, например, идет к вам такой, заходит. Типа вы слышите звук, ребят. Вы можете выйти отсюда с другой стороны. Вы можете с ним вот так вот типа побегать. Покрутиться, как в КСК, знаете, когда бомбу установил. Вот. Здесь есть куча моментов очень хитрых. Но ни в коем случае не стоявайте. Вот так вот его не ждите, потому что вы будете до него фрикил. Не ждите его как-то вот так. Вот это, ну, это просто банальные позиции. Но вы можете, например, со стола его убить. Если он не кидает гранату. Это будет не банальная позиция, необычная. Но чтобы сюда запрыгнуть, он должен двигаться в этот момент. Почему? Потому что он должен издавать какой-то момент перед тем, как вы планируете что-то сделать. Видите, у вас есть звук прыжка. И он сразу поймет, где вы сидите до миллиметра. Поэтому вы должны понимать, что когда вы хотите предпринять какое-то действие, должен быть какой-то звук. Вы можете просто в этот момент пострелять, ребят. У вас есть пушка, например, 5 патронов выстрелить в момент прыжка. Вот вы стреляете и прыгаете сразу. Он не поймет точно, где вы, понимаете? То есть надо пытаться обманывать врагов. Завод это игра обманов. Нельзя здесь просто выйти на характере, даже если иметь скилл, вы должны думать своей головой. В любой перестрелке, да? И вот вам такой момент. Он придет сюда, такой заходит. Вы как-то по звуку ориентируетесь. Здесь выходите, убиваете. Здесь хорошая позиция. Здесь можно и от гранаты уйти. Здесь есть варианты. Есть, конечно, много подводных камней в этом всем. Например, их трое, четверо. Но мы не будем анализировать такую игру, да? Как когда у вас там трое, там один, там один. В любом случае, когда вы так делаете, вы должны слышать. Если там тип есть, слышит. Вы можете пикнуть плечом, например. Здесь тяжело пикать. Здесь узкая дверь. Здесь непросто плечом понять, если там враг. Вы можете, например, с пистолетом пробежать. Вы более быстро будете двигаться. Ну, здесь есть варианты. Поэтому, в принципе, игра ясна. Да, здесь есть ящики. Можно залутать. Здесь появляются неплохие вещи. Цепочки, ключи. Прямо ценных не бывает. Так что, не обращайтесь. Ладно, поехали дальше. Несколько секретов, да? Секретов. Смотрите, ребят. Здесь есть окна. Люди ими очень редко пользуются. Очень редко. Это классные окна. Я ими постоянно пользуюсь. Вы просто разгоняйтесь и прыгнете. И видите, как это сделать. Здесь очень, ну, на мой взгляд, тяжело прыгнуть. И люди, которые не знают, как это сделать, вообще не могут это сделать. Никак. Здесь простая фишка. Например, у вас по умолчанию, в принципе, здесь стоит С. По умолчанию. Вам ничего не мешает поставить еще. Смотрите. Вот управление. Да, вот С. Control поставить. Видите? Тут можно две клавиши назначить. То есть у вас теперь С и Control. Почему Control? Потому что в момент, когда вы прыгаете, Control мне нажать удобнее, чем С. С называется большим пальцем. Control мизиться, да? И Control намного легче нажать. Чтобы попасть в окно, вы просто прыжком туда не запрыгнете. Вот я просто прыгаю. Вам нужно нажать в нужный момент Control, то есть прыгнуться. Это как в КС, знаете, запрыгнуть на более высокие препятствия. Вы нажимаете пробел, потом Control. То есть не сразу вместе, а в начале пробел, а потом Control где-то спустя полсекунды буквально. Вы можете попробовать сразу вместе нажать, но я думаю, он и так прыгнет. Сейчас проверим. Здесь можно в это окно. Да, он прыгает и так. Можно в это окно прыгнуть, видите? Можно в среднее окно прыгнуть. Это дает вам возможность просто убить быстрого типа, который, например, там бегает, там бегает. Сразу вам скажу, с этой позиции у вас, ну, не будут ожидать, что вы выпрыгнете здесь. Вас будут ожидать, что вы здесь есть, потому что вы будете тут ходить. Звук от платформы громкий. Вас могут ожидать... А, блядь. Вас могут, короче, здесь ожидать, ребят. Ну, именно, что вы здесь ходите. Потому что выпрыгнете, не ожидают. Я вообще не встречал ни разу типа Который выпрыгивал с окна И люди об этом знают все Можно вот это окно выпрыгнуть, то есть без разницы Но по-моему Чтобы выпрыгнуть в это окно, нужно какая-то там сила Или пятое, или седьмое, то есть оно немножечко выше идет И у вас может не хватить силы выпрыгнуть его Так, есть еще такой способ Прям с лестницы прыгнуть, ребятки Прям с лестницы, если вы, блядь, прям Реально играете классно в тарках И хотите уметь все вещи делать, то можно прям С лестницы прыгнуть, у меня сейчас не получается Но у вас может Получиться с лестницы прям прыгать Так, есть еще такой момент Здесь можно пойти на балки Сверху Занять, например, вот эту позицию Снизу, ну опять же, сюда надо сила И так вот сделать небольшую распрыжку Например, сюда Поверху, вот сюда, я не буду вам показывать Потому что я ноги ломаю, видите Вот, ну, я думаю, вы понимаете Что это можно сделать Смотрите, есть еще несколько Лайфхаков, да, которые Я хочу вам показать сейчас Смотрите, здесь есть момент Звука, ребят, все знаете Что первая лестница и вторая лестница Она багованная, очень со звуком Это, кстати, перила не простреливается Урон в него не проходит Поэтому хоть с базуки по нему стреляйте Урона ноль Вот, оно или багованное, или лагованное Вот это не любая периленка здесь Она не простреливается Она часто, вы, например, убиваете Типа, вот так вот и хуярите в перилу Да, думаете, что вы убьете Но перила это ноль урона по нему Поэтому я лично сам часто Когда поднимаюсь наверх А враг там находится Держусь ближе к периле Потому что она сейвит меня Очень-очень часто Вот так вот как-то становитесь И вот так вот хуярите Он вам будет стрелять И перила вас будет сейвить Вы не будете получать урон Это вот такой вот еще небольшой секрет Дальше, смотрите Есть еще момент по поводу По поводу курятника Вот это называется курятник Да, ну и это курятник, разумеется Здесь есть звук определенный Вы часто, когда враг двигается здесь Вы не можете понять Он на платформе, да Или вот здесь Есть такие моменты Я сам часто не определяюсь, ребят Здесь есть небольшой момент Небольшой, например Когда он бежит долго Долго бежит Вы сразу Вы должны понимать Сказать, например Обычно отсюда не поднимается Поднимается оттуда Представим даже, что отсюда поднимается Слушайте время Как это выглядит Все Он здесь Тут же немножечко Ты дольше бежишь Вот И когда Вы слышите этот звук Вы слышите лестницу Всегда слышите лестницу Понимаете Он не может бежать просто на платформе Он поднимается по лестнице Вот так, например Вот А потом, например, бежит Вы должны эти вещи Слушать Понимаете Потому что здесь Лестница маленькая Коротенькая Вот Все Я нужду здесь То есть обычно, когда платформа То есть это короткий звук Поэтому я вам всегда советую Перед тем, когда вы слышите металл Вначале обращать внимание На эту позицию На эту Только потом наверх Потому что сюда враг выходит быстро Очень быстро А туда у вас будет время Секунд пять Я не знаю Ковырнуть там В заднем проходе Спокойно Не спеша И он еще не успеет здесь выйти Плюс Здесь не выходит сразу с лета Он обычно так становится Там слушает Там сидит Как-то вот так вот Распикает Ходит То есть здесь нету Быстрого геймплея А тут внизу Есть И поэтому часто Когда вы сидите, например, здесь Или там Вы тупо не понимаете звук Ребят Вообще не понимаете И здесь вы никак не поймете звук Здесь нет способа Здесь такого прям хорошего Здесь звук одинаковый Для вас способ Это ваши уши Понимать длину Расстояние Да По какому он бежит То есть он начинает с первого Бежать по лестнице По винтовой Потом сюда заходит Это длинный звук А Это, кстати, называется Танцпол Или платформа Как хотите называйте Вот это внизу То есть отсюда Он более короткие звуки Сдает Реально короткие И никогда не стоит стоять Например, здесь Ждать врага Почему? Потому что вы можете Не понимать Откуда он Оттуда идет Или оттуда Из этого умереть Поэтому занимайте Такую позицию Нейтральную Или вот здесь Потому что вас так Сверху не убьют Понимаете? Вы смотрите отсюда Или, например, вот здесь Вот здесь Но не занимайте Вот эту позицию Это ошибка полная Вы будете путаться Откуда он бежит Он там или там А он не будет путаться Понимаете? Он вас убьет Просто легко Вот отсюда выйдет И убьет Вы будете так Все время стоять И нервничать То есть не занимайте Вот эту позицию Чтобы выбивать Типа на платформе Или Вот здесь сверху То есть не занимайте Эта дурацкая позиция Вот Также есть такие Шишечки Не знаю Они, конечно, мало ли Кому надо Но можно прыгнуть Например, отсюда Вот сюда Но у меня сила высокая Ребят Я так не могу сделать Но вы можете Поэтому По-моему Где-то Две силы Надо А у меня нет перелома И он прыгает Вот сюда Прям На ящик Я не знаю Это немножечко Время ваше Сейви Да Далее О чем еще хочется Поговорить Не забывайте Что еще есть Момент Вот здесь Снизу Здесь Вот эта лестница Она очень классная Ей мало кто пользуется Обычно люди Которые отыгрывают Сверху Вот Они Идут через платформу Или идут через душ Обычно Можно пойти вниз Вниз Это на мой взгляд Один из самых лучших способов Вынести Убить первый зал Самый лучший стак Через низ Здесь балка Которая не простреливается Столбы И здесь вас Реже всего ждут Плюс Вас здесь Гораздо хуже видно Чем вам оппонента Поэтому В идеале Когда вы хотите Выбивать первый зал Там сидит крыса Там два часа Да Надоело То вам лучше всего Выйти отсюда Есть еще один способ Я покажу Вот Или отсюда То есть вы уходите Вот так вот Слушаете Как-то пригнулись У вас вот голова наторчит То есть вас здесь В принципе могли услышать Но Видно вас очень плохо И Просто сидите и слушайте Понимаете где он звук Там Там или там Определяйте звук И просто ждете его Убивайте Ребят Есть еще несколько секретов Очень важных Здесь на заводе Которое нужно Оно Должен умелый игрок Уметь это делать Да Смотрите Здесь есть ящик Вот этот Видите Его лутают бомжи Постоянно Они за этим ящиком Охотятся Они прям Мечтают его залутать Там часто пушка лежит Там неплохие обесы попадают Но этот ящик Очень легко Вбивается Очень легко Поэтому нужно это понимать Даже когда вы Сидите здесь в офисе Вы услышите Момент Открытия крышки Этого ящика Вы можете быть смело Уверены Что если открывается крышка Открывается именно В том ящике Поэтому ваше действие Вы просто бежите Сюда Сразу делаете килл Это очень просто килл Это очень фричный килл Он легко делается Даже если чипуля вас услышит Он Мозгов у него не хватит Я всегда убиваю Ни разу Меня не убивали С этого ящика Вы услышали звук Вышли Убили Все Также есть несколько моментов Ребят Как играют опытные игроки На мой взгляд Опытный игрок Никогда не выйдет Вот так И не будет Пускать в рову Вот так Вы конечно можете Его забайти Чтоб он по вам пострелял Но он может быть Например 61 патроном С иголкой Да И вы Блять Просто вновь Он вам попадет И почти сразу Рассыплетесь Да Вот Поэтому Как я вам советую Вы хотите понять Слышите звук в первом зале А вы слышите его Находясь в офисе Вы все слышите Вы собираете информацию Вы слышите сколько там людей И как вы можете его убить Ребят Когда вы сделаете вот так У вас никто не убьет Никогда не убьет Ребят Ни разу у меня не было Что вас тут убьет Вы выходите И у вас будет примерно Полторы секунды Окинуть Этот зал вниманием Да То есть вы можете заметить Можете нет То есть Но когда вы это уже сделали Второй раз Вам выходить нельзя Потому что этот челик Вас первый раз заметил Уже Навелся сюда И уже вас ждет Понимаете Поэтому второй раз Вы не выходите Вы раз вышли Пикнули Блядь Никого Не увидели Я очень редко Замечаю за это время Но нужно делать именно так Вы можете спуститься На второй Точно так же Сделать со второго Он вас не убьет Ребят Не убьет Никто так не реагирует Я даже вас не убью Вы можете спуститься Сюда Пикнуть Вы можете сделать Вот так опять Вы можете Такими вещами Его искать Понимаете Но ни в коем случае Никогда Ни на каком месте Не играйте Вот так Вышли Део Ну есть А может там А не Не там Вот там А может все таки Вот тут То есть не играйте так Это тупо Это Нельзя так играть Вышли Пикнули Ушли То есть вы должны понимать Что если вы не заметили Типа Это не значит Чтобы тип Не заметил вас То есть вы должны Вокруг этого играть Так Что я вам еще Не сказал Так Так Ребят Поговорим еще Немножечко По поводу Добычи Что где Лутается Что здесь Есть ценного На карте Завод В принципе За ключ Я сказал В начале Видео Вот он Ключ Лежит В ящике Душевой Это самый Ценный Предмет На этой карте Примерно Шанс Дропа Где-то Процентов 5 Не удивляйтесь Что если В 20к Вы сходили И не нашли Ключ Это Вполне Возможно В этих Ящиках Вам больше Ничего Не надо Когда у вас Нету Ног Там Сломанные Ноги Здесь Реально Найти Шину В нижних Ящиках Вот Но я вам Не советую На это Время Транить Дальше Дальше Здесь Вот такой Резин Здесь часто Оружие Лежит Очень часто Именно В этом Ящике Лежит Оружие С Патронами Нормальная Полноценная Пушка Которая Вы можете Стоять Например Ксюха Здесь Попадается Калаш Какой Если вы играете Бомжом Оно вам Очень понадобится Потому что Любая Пушка Которая Вы находите Она Заряжена АБПшками Не ПРС АБПшками Вот Поэтому Вы взяли Пушку Вы уже Вооружены Дальше Давайте По порядку Дальше Офис Вот этот Ящик Здесь Бывает Порох Всякий Здесь В принципе Дерьмо Обычное Цены Здесь Желтая Монетка Лежит Ребята Это Биток Вы так Подойдите Посмотрите Поближе Здесь Он реально Часто Спавнится Я здесь Даже Арсаску Находил Здесь Очень часто Бывает Здесь Бывает Просто МБСС Обычный Но я Тоже Не лутаю Но так Чтобы вы Знали Что Здесь Бывает Также Когда Будете Ходить Все Время Закрывайте Двери Чтоб Крысы Не Послись И Вас Потом Не Убили Здесь Тоже Есть Лутецкий Но Далее Ящик Вот Я вам За него Сказал Дальше Я не буду Вам Показывать Про Зеленые Ящики Вроде Вот Такого Это Мараша Полная Там Очень Редко Что-то Ценное Дальше Вот Ящик Лежит Видите Вот Навожусь На него Кстати Ребят Я про Этот Респ Не Сказал Здесь Респ Здесь Респ Челик В этом месте Далее Далее Вот Этот И Вот Видите Его Да Вот Еще Два Ящика Но Опять Я Советую Вам Такие Вообще Не Лутать Там Реально Параша Будете Находить Там Вонючие Патроны Или Хорошие В количестве 5 единиц Вот Еще Ящик Все Ребят По Ценному На этой Карте Все Есть Конечно Коробки А Есть Места Где Аптички Спавнятся Ну Я Вам Советую Больше Ничего Не Трогать Бывает Здесь Аккумулятор Спавнится Например Вот Здесь Можно Уйти Аккумулятор Или Вот Там На Тележке Сейчас Покажу Вот Там Вот Тут Может Быть Вот Здесь Он Часто Бывает Спавнится На Этой Каре Ну Все Здесь Больше Ценного Ничего Нет Завод Это Карта Для Стрельбы А не Для Для Лутаться Вы Вы Должны Понимать Ключ Также Сейф И Я Забыл Вам Показать Сейф Я Думал Вы И так Все Знаете О нем Покажу На всякий Случай Вдруг Новички Смотрят Прям Сейф Да Вот Здесь Куртки В принципе Тоже Не Нужные Вот Ящики В принципе Когда Вам Нужно Там Газан Здесь Часто Ходишь На Завод Газан Здесь Часто Кажда Третья Прикольный Но Ребята Он Подходит Только Очень Опытным Горокам И Даже Я Иногда Это Проебаю Смотри Вы Бежите Вот Сюда Прыгайте И Сюда Уходите Видите И Все Вы На Другой Стороне Это Очень Хороший Способ Быстро Сюда Переместиться У Они Я Думаю Охереют И Будут Вас Уважать И Бояться Ребят Я Не знаю Че Я Вам Еще Не Показал Вроде Как Все В принципе По Респам Все Да Я Не знаю Вроде Как Все Рассказал Короче Если Вам Видосик Понравился И Вы Что-то Почерпнули Для себя Новое Не Полените Лупаните Мне Лайк Напишите Какой-то Коммент Напишите Арвин Когда Стрим Или Еще Что-то Это Немножечко Пропиарит Мой Ролики Возможно У меня Появится Еще Один Зритель На Моем Твиче Канале Ребят Всех Жду На Стрим Всем До Встречи На Стриме Всем Пока Бага Бага Бага